Вот есть еще версия, что судя по тому, что Гиркина-Стрелкова, военного преступника-террориста криминального, посадили в камеру Пригожина и Уткина убили. Может ли это все говорить о том, что люди внутри системы путинской думают о прекращении войны и каких-то путях для урегулирования ситуации? И по сути сейчас партия войны, она запугана в России и практически ликвидирована. Ведь не будем тоже забывать, что этот сегмент, вот эти зет-патриоты и их такие ярые представители, они же почему хотели убрать Шойгу или призывали к бунтам? Потому что они хотели более кровавой войны против нас, против Украины. Ирина, какое удовольствие с вами разговаривать? Да, вы совершенно правы. И есть еще одна деталь. Путин идет на выборы в любом случае, это 24-й год, это уже очень и очень скоро, это очень скоро. Ему, конечно, наплевать на выборы 10 сентября, ему не наплевать на выборы, где он должен подтвердить свою паханскую легитимность. Конечно, он их выиграет, конечно, он может делать все, что угодно, но дело в том, что в этот период ему не нужна война, которую он не может выиграть и не может прекратить. Ему нужна война, которая идет как сейчас, и которой мы все, к нашему, наверное, ужасу все-таки, к которой мы все привыкли. Вот такая, без наступлений, без отступлений, без поражений, без побед, непрекращающаяся. Дроны сюда, ракеты туда. И вот такое постепенное такое вот наше к этому привыкание, что нет ни наступления, ни отступления. И мне кажется, это какой-то такой всемирный заговор, где нет никаких на самом-то деле договаривающихся сторон, потому что я не могу себе представить договаривающегося Путина и Байдена. Мир политики очень циничен, но не до такой степени, конечно, не до такой. Да, да, это уже too much. Есть вещи невозможные. Илон Маск там, да, это никак невозможно. Но проблема в том, что они друг друга поднимают, Путин и Байден, у этого тоже выборы. Тоже выборы, да. И это же тоже не секрет, что пишут и западные авторитетные медиа, что Байдену надо закончить войну в Украине до осени. Ну, так помогать нам проживать. А чем закончить? Чем закончить? Да, это наш вопрос. Опять же, не выиграть, не проиграть. И вот этот вот замороженный, замороженный, я не хочу сказать конфликт, нет, замороженный какой-то отрезок войны, когда люди, они перестают гибнуть везде, да, и мирные граждане, прежде всего Украины, они гибнут все равно каждый день. А мы это воспринимаем в мире как прогноз погоды, да. А местами осадки. Еще погибло в Полтаве четверо украинцев. Ну да, а вчера пятеро, а завтра шестеро. Ну да, осадки местами. Вот это чудовищно. Это чудовищно то, что я сейчас говорю. Чудовищно. А мир сейчас, не договариваясь, не сговариваясь, хочет именно этого. Вот это страшно. Иначе давно бы уже Украины было закрытое небо. F-16 давно бы уже были. И когда сейчас Байден говорит, что мы в 25-м году будем производить миллион снарядов в год, так нужно к Украине, это сильно больше, чем сейчас. И это сильно переломит ситуацию. Когда, когда? В 25-м. А Путин до конца этого года планирует уже в своем заводе в Татарстане сделать 1300 шахедов. Это если поделить на 4 до конца года, то это по 400 практически шахедов ежемесячно будет по нам лететь. Это очень хорошая все-таки есть по этому поводу грустная шутка. В Елабуге покончила с собой Марина Светаева. Это завод в Елабуге. Он называется завод имени Марина Светаевой. То есть такая вот грустная шутка, если учесть ее и биографию. И да, вот эти шахеды на заводе в Елабуге. Да. Но тем не менее это тоже угроза. Мы будем надеяться, что все-таки, учитывая наши сейчас успехи на фронте, прорывы линии обороны россиян, то это все, ну мы все варианты рассматриваем и всегда, собственно говоря. Ольга умеет удивляться. Умеют, конечно. Умеют, да. Вот вооруженные силы, о них и надежда. Я просто вот тоже так подумала. Раньше, если Вашингтон-Пост еще есть на первой странице, по крайней мере, электронного варианта War in Ukraine отдельным сегментом, то, например, знаете, Ольга, Нью-Йорк Таймс уже нет. Хотя пару месяцев назад было. Ну то есть это о том, что действительно мир, к сожалению, привыкает и люди привыкают. Но мы не привыкаем, мы боремся, боремся до нашей победы. Есть еще Абазгалямов, известный нам политтехнолог, который некогда был спичрайтером Путина. Вот он говорит, что после убийства Пригожина интересам властей сейчас должно отвечать максимальное смягчение приговора Гиркину. Чтобы, мол, вот эти все газет-патриоты, о которых мы вспомнили, они совершенно не отвернулись от режима, не взяли что-то там в руки, не совершили еще один поход на Москву. Но судя по тому, что уже прошло пять дней с момента ликвидации Пригожина, не думаю, что кто-то что-то будет брать в руки и куда-то идти. А как вы думаете, действительно должен ли Путин смягчить кейс, смягчить обвинение Стрелкову Гиркину? И какие настроения среди, возможно, знаете, в чатах, среди вот этих наемников, среди их родственников, они там просто смирились и думают исключительно о своем будущем? Или все-таки задумываются о том, как отомстить Путину за смерть Пригожина? Нет, 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 нет. Кто там пробейся, речи не идет, действительно. Ну, все и напуганные, и ошарашенные, но и просто ко всему, действительно, ну, настоящих буйных мало. Вот они-то у вожаков. Когда убирают вожаков, у всех остальных вырастают такие лапки прямо до колена. И ничего с ними сделать нельзя, они в узелок завязываются и в бантик, и никак не происходит никакой мести. А вот что касается Гиркина, вот с ним торопиться не будут. А куда, собственно, торопиться? Он сидит в себе и сидит. И я думаю, что сейчас он отпрясывает в камере джигу-дрыгу, потому что он-то жив. Он-то жив, а его враг, хотя природный, в общем, у них один ареал обитания, и они одной породы животные, да простят меня, животные. В общем, тем не менее, тем не менее, он жив, и он здесь вин-вин. Тем не менее, на сегодня он как-то Путин, он неинтересен. Пусть себе сидит и сидит. И вот сейчас, конечно, очень сложно будет судьям угадать настроение Путина. Сколько ему дать? Пять или двадцать пять? Вот что он хочет? А вот как раз 29 августа Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на его арест. Чего там можно ожидать? Ну, я думаю, отклонят апелляцию, потому что никто не знает, что с ними делать, какое настроение у Путина. Когда они поймут, когда они поймут дело, передадут в суд. А пока они не понимают, оно, собственно, будет пока вот ходить. Он сидит в себе и сидит. Следователь расследует, прокурор обвиняет. Куда торопиться? Готик еще есть впереди. А мы тоже не знаем, какое настроение там может быть. Или вот так и будет он тоже в таком вялотекущем, замороженном состоянии Гиркина? Ну, пока будет в замороженном состоянии. Для Путина же важно, чтобы о его критиках, о его политических противниках, о главных критиках, забыли. Для него это самое главное. Не чтобы они умерли, а чтобы о них забыли. Вот отсюда у него именно культ забывания, чтобы забыли Навального, чтобы он не мог ни с кем переписываться, чтобы забыли, кто это. Чтобы забыли, кто это Гиркин и что он говорил о Путине. С Прикожиным так не получилось, да, фейерверк. Но это уж придется, пришлось так сделать. А что? Значит, на зоне бы перестали уважать. А так, глядишь бы, и до второго бунта недалеко. Нового по Ханабе себе нашли. Только не наградишь, и все. А здесь надо, чтобы полностью истлела память. Слушайте, а Ельцин уже никто не помнит. Он старается именно уничтожать память. Для него память важна. Давайте вспомним, как он, например, уничтожал память о репрессированных, которые ему особо его раздражали. Например, о репрессированных у украинцев. Да, Сандармох. Как он переписывает учебники истории. Для Путина принципиально важна память. Главное, чтобы человека или историю, или явление, главное, чтобы забыли. Чтобы забыли. А Украину создал Ленин. Все, забыли все остальное.